Теперь, когда у нас есть обученная нейронная сеть, мы можем начать предсказывать на новых изображениях, на тестовом датасете. Для этого нужно сделать следующие вещи. Во-первых, как вы помните, Image Folder принимал на вход путь к папке, в которой есть некоторые папки с классами. У нас был путь к папке train, а внутри папки train был cleaned и dirty. И, к сожалению, Image Folder не сможет вам обработать путь к папке, в которой уже сразу лежат изображения. А у нас в тестовой директории уже сразу лежат изображения. И поэтому нам нужно сделать хак, то есть скопировать всю папку в тест в папку test.slashunknown. Вот эта ячейка делает ровно это. То есть мы должны сделать некоторую папку, я назвал ее unknown, неважно как она называется, это будет тот лейбл, который будет проставляться изображением. Данная схема позволяет формировать итератор по изображениям. Кроме того, вторая проблема, которую мы еще не победили, это то, что мы не знаем, какие айдишники, какие названия изображений у нас генерируются, когда мы просим у даталодера, дай нам следующий бач. Они по алфавиту идут или по дате создания, или просто случайным образом, непонятно. Поэтому нам нужно переписать немножко вот ImageFolder, чтобы он нам отдавал не просто tuple с самим изображением и его меткой, а еще чтобы он отдавал имя, ну либо путь к изображению. И для этого я вот написал этот класс в 6 строчек, который наследуется от ImageFolder, но изменяет его функцию getItem. Если раньше она отдавала вот OriginalTuple, то теперь я этот OriginalTuple дополняю еще путем к изображению. И получается, что если я возьму вместо ImageFolder мой новый класс ImageFolder виспас, то TestDataset теперь нам отдает tuple из трех значений. Но он точно так же отлично обрабатывается с помощью даталоадера. Теперь, когда у нас есть даталоадер, который еще и может отдавать пути к изображению, мы можем прогнать все изображения через сеть и получить предсказание. Для этого мы переведем опять модельку в Evaluation состояние, то есть там не будет никаких изменений внутри происходить. Мы жестко зафиксировали все веса и все параметры нейронной сети. И будем наполнять два списка TestPredictions и TestImagePath. TestPredictions это как раз наше предсказание, а TestImagePath это пути до изображений. И далее следует цикл. Мы берем TestDataLoader, получаем батч с изображениями, получаем их лейблы. Тут лейбл не нужен совсем, потому что он всегда будет unknown. И получаем пути. И далее перегоняем наш тензор на GPU. И далее считаем предикшены нашей модельки. После этого предикшены можно с помощью функции SoftMax превратить от нуля до единицы, к вероятности первого класса. Это мы делаем с помощью TorchNNFunctionalSoftMax. На вход получаются предикшены. На выходе у вас из этого уже вероятности для нулевого класса и для первого класса. Чтобы у нас была вероятность только для первого класса, мы вот таким вот хитрым образом возьмем только вторую колонну. После этого мы наш тензор переведем в дату, то есть отнимем оттуда всю информацию про вычисление градиента и прочее. Переведем ее на CPU и превратим его в NumPy. Это все нужно для того, чтобы составить нам вероятность первого класса. Первым классом у нас здесь так получилось. Будет класс грязная тарелка. Но мы это сейчас сами увидим на визуализации. И так как у нас есть и предикшены, и пути, мы можем посмотреть на те изображения, которые подавались на вход в нейронки и что она предсказала. И получается, что вот у нас есть тарелки грязные, у них вероятности большие, а у чистых тарелок вероятности маленькие. Получается, что первый класс, действительно, для которого мы считаем вероятность, это класс грязной тарелки.